Вот у нас там одна нога сюда, другая назад, третий с ударом стали. На самом деле описывает такую вот восьмерочку у нас. Восьмерочку отписывает. Так, давай вот отсюда меня бей, тогда это будет более образно. Еще раз сюда бей. Показывал, то есть я меч вот сюда в этот момент выражу и вот так вот. Вот ты как показывал. Ну можно и так, да. А вот с ударом уже как-то другого. То есть там, ты сбиваешь меч и прям аж прочь его в землю туда. И в этот момент ты как раз показываешь свою сбоку. Ну, давай еще раз попробуем. То есть не, если его как-бы сильно ударить, как бы он вот прилетит там. Нет, ты прям показывал почти вот так вот. Это как раз вот ты в землю и вот, то есть вот так вот получается. Да, симметрично совершенно. Ну, соответственно, эти виды защит тоже могут быть. Вот примерно таким образом все эти виды защит давайте вспомним четко. Наша задача изучить вот эту крутилку. Значит, в чем ее штука? То есть смотрите, у нас один удар. Второй идет снизу. И потом мы доворачиваем, бьем этим. То есть получается у нас два удара одной рукой. Раз, два, три. Да? С этой стороны точно так же. Раз, два, три. Получается такой переворот рук. Да? Вот смотрим медленно. Что у нас получается? Раз, два, три. Раз, два, три. То есть у нас получается, что все три удара с одной стороны. Вот еще раз смотрите вот я иду. Правый, левый, правый. Все три удара с одной стороны. Правый начинаем, правый закачиваем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я буду тебя трогать. Кстати, я буду трогать, там эти объятия, там эти прикосновения. Если ты пришел к телесному терапевту, придется. Осторожно. Ты смотри, опять не видишь опасности. Аккуратней. Мне меняется стойко. Мне приходится тебя опять к себе поворать. Меняется стойко. Видишь, опять приходится атаковать. Меняется стойко. То есть, если я по инерции использую, я боком оказываю. Ну, понимаешь, не надо слишком сильно заводить туда руку. Понимаешь? Вот. Слишком сильно. Супер, не чей, стакан на стол. Супер, не чей, стакан на стол. Супер, не чей, стакан на стол. Чувствительность. Способности видеть и чувствовать не только то, что перед тобой, но и, соответственно, то, что справа, слева и сзади. То есть, в идеале, мы должны научиться чувствовать удар сзади, соответственно, вот, не видя партнера. Ушел? А-а-а. Видишь, да? Месть за испуг, это называется. Как называется? Месть за испуг. То, что происходит сейчас. По-моему, какой-то купил. Нет, я думала, это было.